Несколько телефонных обращений от работников завода Муромтепловоз, поступивших в администрацию за последние несколько недель, стали поводом сегодняшней встречи главы округа Муром Евгении Рычкова с представителем руководства ОАО Муромтепловоз Николаем Ощухиным. Первый заместитель генерального директора завода сегодня ответил на вопрос, какова причина сложной сложившейся ситуации на Муромтепловозе. Первое полугодие в этом году, оно уже традиционно сложилось так, что идет смещение заключения государственных контрактов и смещение проводимых конкурсов и аукционов по государственным контрактам. Но руководством предприятия принимаются все возможные меры. Работаем со всеми нашими контрагентами по выплатам авансов, по выплатам окончательных расчетов. Ситуация в ближайшее время будет урегулирована, заказы на предприятие есть, есть перспективные контрактные базы, которые позволяют рассчитывать на скорейшее погашение выплаты заработной платы. Ситуацию на предприятии Муромтепловоз администрация округа Муром возьмет под контроль. Сегодня глава Евгений Рычков дал соответствующее поручение. Сейчас я дал поручение заму по экономической политике Мурому Евгению Александровичу ситуацию держать под контролем. Для всех жителей округа продолжает работать горячая линия при финуправлении администрации округа Муром. По номеру 2-19-47 работники предприятий и организации могут оставлять свои жалобы на невыполнение своих обязанностей работодателями. А поступившие в администрацию звонки от сотрудников ОАО Муромтепловоз, по заверению руководства предприятия, будут решаться в кратчайшие сроки. Ольга Келешина, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.